Всем привет! В эфире программа для тех, кому все интересно. 6 марта. А что у нас в этот день? Ничего, все готовятся к восьмому. И вот так каждый год. В тени восьмого марта день стоматолога остается незамеченным. Хотя зубы есть у всех. Их нет только у тех, кто к стоматологу не ходил, зубы не чистил и колол орехи зубами. Не совершайте этих ошибок. Чистить зубы необходимо дважды в день, утром и перед сном, не менее трех минут. Пользуйтесь зубной нитью, берегите свои зубы, они вам точно пригодятся. Смотрим анонс. Задачка к восьмому марта. Мечта девчонок. Классика наоборот. Со дня стоматолога возвращаемся обратно к празднику восьмое марта. Первый анонс. Задачка к восьмому марта. А я знаю, что это. Что приготовить на праздник. Так это у мамы такая задачка. У папы задачка другая. Что подарить. И главное, нужно подарить то, что точно понравится. Сковородку, посуду, тарелки, губки. Ты еще скажи моющее средство. Подарок нужно дарить маме, а не кухне. Вот тебе было бы приятно, если бы тебе подарили лопату. Зачем? Чтобы скапывать огород с родителями. Ну, это совсем не мое хобби. Лучше тогда гитару. Вот и у мам есть свое хобби. И это точно не жарко котлет. А что именно предстоит выяснить, если еще этого не сделал. А папа делает иначе. Он так и говорит. Что тебе подарить. Хотя, думаю, это может быть опасно. Почему? Нужно быть готовым к маминам капризам. Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. И это не строчка из русской народной сказки, а список подарков, которые составили мама с сестрой к 8 марта. Попробуй пойми, что они хотят, и где все это взять. Настоящая головоломка для мужчин. Первый в списке – плампер. Ну, что это такое? Хотя бы знать, съедобное оно или несъедобное. Нет, есть ничего не надо. Плампер – это блеск для губ специального назначения. Да-да, есть и такой. В его составе экстракты пряностей, например, перца или имбиря. Они стимулируют приток крови губа, визуально их увеличивая. Правда, всего на 3 часа. Да, теперь я понял, что означает фраза «красота требует жертв». Так, следующий – консилер. Консилер. Я сам. Наверняка это тоже косметическое средство, которое помогает милым дамам хорошо выглядеть. Ты на верном пути – с помощью консилера можно замаскировать розинку или прыщик. И придать коже здоровый и красивый вид. Ага, потихоньку все женские секретики мне открываешь. На очереди кушон. Слово французское. Думаю, это десерт какой-нибудь. Не угадал. Это легкий тональный крем, которым пропитан спонж. Это, кстати, плотная мелкопористая губка. Упакована она в коробку очень похожую на пудреницу. Удобно и практично. Никогда бы не догадался. И как только вы все это запоминаете. Красота, оказывается, требует не только жертв, но и хорошей памяти. Так. Вернемся к списку. Сестренка хочет чокер. Может быть, шокер? Хотя зачем он ей? Ты прав. Шокер ей ни к чему. А чокер – это короткое ожерелье, которое плотно прилегает к шее. Чем-то напоминает декоративный ошейник. Сегодня это очень модный аксессуар. Поэтому название стоит запомнить. А кафе тогда что, тоже украшение? Да, это бижутерия для уха, который украшает не только мочку, но и другие его части. Крепятся кафы с помощью зажима. И прокалывать уши для них совершенно не обязательно. А на случай, если ты когда-нибудь заглянешь в магазин женской одежды, лови несколько подсказок. Увидишь тонкую футболку с длинными рукавами из мягкой эластичной ткани – запомни – это лонгслив. А толстовка без капюшона с круглым вырезом – это свитшот. Довольно популярна сейчас вещица. А любая шапка без завязок, облегающая голову, называется бини. С нудом прозвали шапку-шар, в котором легко можно обмотать не только шею, но и голову. Ну, все, экспресс-курс по изучению непонятных слов проведем. Беги за подарками. Восьмое марта – совсем близко. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Замуждая принято? Не обязательно. Наряды, о путешествии, пятерка в дневнике или поступление в хороший вуз. Девчонки тоже люди. Каждая девушка юного возраста мечтает о танцах на настоящем балу. Длинное платье, галантные кавалеры и вальс. Венский бал. Посетить это событие все равно, что очутиться в волшебной сказке. А проводится он в столице Австрии каждый год. История венских балов началась в 19 веке. Тогда, во время карнавального сезона, их проводилось более двухсот. Каждый вечер танцевали не только представители знати, но и простые люди. Завершал сезон придворный бал, который вскоре стал главным событием во всей империи. На него приглашали исключительно высший свет. В 1935 году на смену придворному пришел оперный. С момента восстановления оперного театра оперный бал проходит только в нем. Бальная неделя в Вене длится намного дольше семи дней. Начинается в ноябре и заканчивается весной. В этот период устраивают больше трехсот тематических балов. Но главный среди них – оперный. Он приравнивается к государственному приему. На нем присутствуют многие мировые знаменитости и президент страны. Точной даты нет. Но это всегда четверг карнавальной недели. Красота. Фраки, вечерние платья. Но главное – весьма приличные танцевальные навыки в соответствии с классическими канонами. Ведь во время исполнения венского вальса пара должна нести достоинство и элегантность, стиль и изысканность. Это вам не IRNB и тектоник. Попасть на бал – все равно, что перенестись в прошлый век, в мир, где все учтивы, галантны и обладают безопречными манерами. Чтобы не чувствовать себя белой вороной, лучше перед мероприятием не только взять несколько уроков танцев, но и вспомнить правила этикета. Немаловажен дресс-код. Мужчины непременно должны быть во фраке с белой бабочкой в лакированных ботинках. С натяжкой допускается смокинг. Барышни наряжаются в роскошные бальные платья в пол. Для дебютанток обязательны белые. На голове должна быть небольшая корона, а в руках букет цветов. Чтобы называться венским, бал должен соответствовать критериям, определенным ЮНЕСКО, среди которых особенно важен бальный протокол. По традиции венский бал открывает полонез дебютантов. Это юноши от 18 до 26 лет и девушки от 16 до 23. После полонеза следует полька, вальс и только потом начинается бал для остальных участников. На венские балы проходят не только в Австрии. Красивая традиция прижилась во всем мире и даже в Тирасполе. В Приднестровском государственном университете при культурно-просветительском центре имени Кирилла и Мефодия для всех желающих открыт клуб реконструкции исторического танца «Вернисаж». Здесь изучают не только танцы исторического типа, но еще культуру и этикет. Венский вальс тут тоже танцуют, причем с огромным удовольствием. Понятно, девушки хотят почувствовать себя принцессами. Кстати, любой рэпер на балу ощутит себя принцем. А ты когда на балу последний раз была? Никогда. Да, не часто мы вальс танцуем. Только на выпускном. Будет он у нас года через два. А за это время можно стать настоящим асом вальса, если пойти туда, где научат. В клуб «Вернисаж». А у нас на очереди третий анонс. Классика наоборот. Рэп? Ну, почему сразу рэп? Если это музыка, то может быть другой жанр. Народный, например. Классика и джаз. А может это стиль в одежде? Тогда casual. Это неформальный стиль, когда сочетают пиджак даже с кедами и джинсами. Ну, пощеголяем скоро. Так, уже надоели эти куртки. И шапки. Бетховен. Бетховен. Моцарт. Бах. Штраус. Классический симфонический оркестр. Красиво. Ну, а если добавить сюда немного рока. Конкорд. Оркестра. Российский симфонический оркестр, объединяющий музыку и танец. Танцуя, они импровизируют и симфонические концерты превращаются в яркие оригинальные шоу. Виртуозное исполнение дарит новую жизнь шедеврам классической музыки – фолк-року, рок-хитам, музыке из популярных кинофильмов. За восемь лет оркестр выпустил семь собственных авторских программ. Среди них симфонические рок-хиты, «Белоснежный бал» Иоганна Штрауса, «Танго», «Страсти», «Астора Пьяцолы» и другие. Прошло более 500 концертов на культурно-музыкальных площадках России. Были и гастроли по Германии, Республике Беларусь, Казахстану и Латвии. Конкорд-оркестра – это темперамент, эмоции и погружение в мир музыкальных культур. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Они о Рокке, конечно, ничего не слышали. Но, как ни странно, Рокка и классика могут подружиться. И даже стать не разлива, да. Неожиданно, правда? Но на сегодня сюрпризы закончились. А программу вели Илья. И Настя. Смотрите нас в эфире и на ютубе. Скоро увидим... Прости. Пока! Пока! Субтитры подогнал «Симон»!